Сегодня у нас в гостях именно такой человек, член Союза журналистов Российской Федерации, член Союза писателей, автор многочисленных поэтических и прозаических сборников, у которого совсем недавно вышла новая книжка, именно поэтическое творчество «Одинокое слово». Валерий Николаевич сам обо всем об этом расскажет. У нас в зале присутствуют люди разного возраста, и нам приятно, что есть и опытные, зрелые, умудренные жизненным опытом люди, и также молодежь. И нам будет интересно все, что расскажет Валерий Николаевич о своем творческом пути, о своей гражданской позиции, о своем творческом кредо и о многом-многом другом, а также познакомит нас более подробно со своей биографией. Откуда приходят в его книги герои, об этом нам бы тоже хотелось узнать. Итак, Валерий Николаевич Чубар. Я хочу подмогу, что нельзя немножко где-то приоткрыть окно, потому что там, мне кажется, душно людям. Да, надеемся, нам где-то там немножко проветрят, да, чуть-чуть. Наверное, так много я не успею рассказать, потому что рассказывать-то можно действительно много. Давайте сделаем так. Где-то какое-то время я действительно что-то расскажу и почитаю немного стихов из новой книги, а потом я буду отвечать на вопросы, потому что для меня вообще вопросы и ответы во время таких творческих встреч – это очень важная составляющая. Почему? Потому что вот я говорю, а сам думаю, ну, подсознательно, да, может быть, я говорю не то, что людям интересно узнать и услышать, но если есть вопрос, значит, я понимаю, что, ага, людям вот это интересно узнать и услышать, и отвечаю на вопрос, я уже точно даю информацию, которая вас интересует, да. Так что вот давайте так, я порассказываю, а потом мы с вами вопрос-ответ. Хорошо, давайте начнем. Так, самое сложное – начать, потом дальше само покажется. Тем более я с пресс-конференции только что. 5 минут, нам надо переключиться. Ну, совсем коротко, о себе совсем коротко. Я родился в 1962 году в Ленинграде. Отец у меня военный, мать врач. Отец у меня украинец, мать русская. Они оба живы до сих пор. И сами понимаете, в общем-то, в какую они попали историю вместе с нашими, со всем нашим миром и с нашей страной. Вот, ну это, ладно, это я просто опять-таки об этом думаешь постоянно. Родился в Ленинграде. Отец служил в Сибири, поэтому школу я заканчивал в Иркутске. Потом приехал учиться в Ленинград. Поступил на факультет журналистики Ленинградского университета. Окончил его в 1984 году по распределению. Приехал в Архангельск на радиокорреспондентом. И все. Остался здесь уже. Как сказал кто-то из классиков, город – это не стены, которые его окружают, а люди, которые в нем живут. Мне дорог, собственно, не сам Архангельск. Мы много говорим, как тут у нас, особенно сейчас по весне, на улицах. Такой город вообще, как тут люди живут. Но все дело в том, что люди живут. Для меня очень дороги оказались и остались до сих пор люди, с которыми я здесь познакомился, подружился. Я, допустим, думаю, если уехать отсюда, как я расстанусь с этими людьми. С писателями, с поэтами, с журналистами разных СМИ. С конниками, с которыми я дружу. И сам, в общем-то, я конник. И многие-многие, с ролевиками ребятами из клубов исторической реконструкции. Таких людей очень много, которые мне очень дороги. И для меня Архангельск – это вот эти люди. На самом деле, пишущий человек, он должен… Ну, это такая банальная вещь. Он должен внимательно смотреть на людей. Очень внимательно. А поскольку я радиожурналист, для меня еще важно слушать людей. У меня это вколочено еще в жизни учебы на журфаке. Радиожурналист должен слушать мир вокруг. И слушать людей. Нам даже давали задание, взяв там за руку надежного товарища, ходить с закрытыми глазами по городу и слушать окружающего. Для меня и в литературе это важно. Если я слышу, как говорят мои герои, если говорить о творческой букве, если я слышу, как говорят мои будущие герои, все, я их знаю, я их представляю. Мне не важно, как он выглядит. Там это потом придет, да? Да это, может быть, и не так важно. Если я не слышу, как говорит мой герой будущий, я его не вижу, я его не понял еще. И вообще слушайте тоже, прислушивайтесь, как говорят вокруг вас люди, и как говорите вы сами. Это очень важно на самом деле. Слово это вообще божественное понятие. Это категория очень важная. И когда мы слышим там лживые слова, глупые слова, хорявые слова, это все ужасно на самом деле. Это страшно. Не просто для меня, как для пишущего черта, непрофессионально. Это ужасно с человеческой точки зрения. Еще иногда говорят в оправдании. Но мы же говорим так, как живем. На самом-то деле все наоборот. Мы живем так, как мы говорим. Подумайте вот на эти мысли. Вам станет многое понятно в нашей неустроенной жизни. Во многом неустроенной. Извините за предисловие затянувшиеся. Ну а книги... Эта книга очень важная, конечно, для меня. Это, по-моему, одиннадцатая или двенадцатая по счету моя книга. Но она действительно очень важна. Потому что она подводит итоги поэтического творчества за сорок лет. Первые стихи, которые здесь открывают книгу, они написаны еще на первом, на втором курсе журфака. То есть юношеские дневники. Вот чуть постарше вас немножко. Вот такие стихи, которые я писал в таком возрасте, они открывают эту книжку. Это было сорок лет назад. А последние стихи написаны буквально в прошлом году. То есть за несколько месяцев до этого книга уже была в печати, в издательстве, в типографии. Я еще дописывал последние стихи. То есть там есть совсем свежие стихи, совсем новые. Которые мало еще где не звучали. Они здесь завершают эту книгу. Вот. Сорок лет жизни, сорок лет творчества. Ну представьте, что это такое. Сорок лет вот в этой книжке спрессованы. Этим летом у меня должна выйти еще такая же книга прозы. Проза, написанная за сорок лет. Не вся, конечно, реалистическая проза. Потому что я пишу фантастику и писал фантастику. И приключенческую вещь это не войдет. Вот реалистические рассказы и повести, которые я написал. Уже у меня в издательстве. Там сказали, ну у тебя том получается, конечно, раза в четыре больше этого. Так что будет еще избранная проза за сорок лет. Ну, надеюсь, если все будет благополучно. Потому что с инфляцией сейчас происходит такое, что книги сейчас золотые. С нашими. С выражением бумаги, услуг и так далее и так далее. Вот. Очень тяжело бывает читать стихи. Хотя я и со сцены читал стихи. На многочисленных творческих вечерах. Я общий мне новичок, конечно. Вот. Но всегда очень сложен момент, когда вот от такого разговора. Ну, прозой, да. Как у Мольера. Я и не подозревал, что я всю жизнь говорю прозой, оказывается. Герой один говорит. Я ему говорю, что такое прозой. Ну, как вот прозой. Я всю жизнь, оказывается, говорил прозой. Вот. Когда переходишь к поэзии, это очень такой сложный барьерчик. Потому что поэзия вещь очень интимная. И вот хорошо, конечно, книжку открыть. Зажечь свечу. Задернуть штору. Сесть с книжкой этой свечи. И почитать. Потому что это общение душа с душой. Для человека, который это написал. Человека, который читал. Вот так, наверное, лучше всего читать стихи. Но настроиться вот на публичное чтение стихов всегда очень сложно. Лично для меня, по крайней мере. Вот. Но это надо сделать. Потому что, ну, говорить о поэзии можно бесконечно. Но лучше всего её всё-таки читать, да? Ну, что говорить о жизни поэта? Лучше всего открыть его книжку, почитать его стихи. И ты всё поймёшь о жизни поэта. Ну, он тебе даст возможность понять всё о своей жизни. Двое. Слышно было, сердце билось. Билось сердце под ладони. Билось пойманной птицей. Билось с болью смертным боем. Слышно было, полночь била. Била полночь на планете. Била долгим эхом стены, сплошь склетённые из сплетен. Было былью всё, что было. Ливни тёплые, большие. Били в город звёздной пылью. И ростки асфальт крушили. Граница дружбы и любви. Усмешки губы не крыли. Граница дружбы и любви. Граница света и тепла. Она как будто из стекла. Как будто пусто впереди. А вот попробуй, перейди. Граница дружбы и любви. Полоска алая зари. И бритвы лезвия в крови. Граница дружбы и любви. Мокрые, словно мыши. Мы целовались на крыше. А почему на крыше? А потому, что выше Господь не пустил нас впрочем. Увидев, как мы хохочем, Он Ленинград приподнял чуть над землёй. Вот вам, так уж и быть. И ливень роскошный нам подарил. И мы целовались на крыше. Мокрые, словно мыши. Вот такие стихи из дневников Совсем-совсем-совсем молодого, Ещё не поэта, но уже начавшего писать стихи человека. И что-то понимать внутри, вокруг себя. А вот стихотворение, которое я обычно читаю, Это вообще текст песни для одной из ленинградских групп. Не сложилось там, не стало стихотворение песни, Но называется оно «Песня об открытых дверях». Поднимается ветер, И ветру осеннему веря, Запевают негромкую песню открытые двери. Здесь давно не живут, мы себя убеждаем в тревоге. Здесь давно не живут, но эти двери обходят дороги. А, привычка к замкам, Сколько их на дверях и на душах. В мире слёзы и дождь, Запираемся, чтобы посушить. Запираемся наглухо, Дверь подперев, чем придётся, И живём в безопасном тепле, Как высохшем колодце. Только ветер крепчает, Врываясь в открытые двери. Только входит в них жизнь, Принося, как подарки, потери. Наплевать на воров, Тем, кто только свободой богат, Тем, кто двери открыли, Сомнений отбросив когда-то. Двери бьются, как крылья, И ветер гуляет по дому. Доказать свою верность свободе Нельзя по-другому. Если верите людям, Замки и запоры сорвите, Ведь открытая дверь Величайшее в мире открытие. Ну а если, как пуля, Застрянет в груди недоверие, Не спешите с надгробным Проклятием захлопывать дверь. Беззащитность от зла и подонков Святая расплата, Как расплата за подвиг Открытая рана солдата. В мире радости, горя И песни не все ещё спеты На дорогах людских, Перекрещенных яростным ветром, И спасается нечисть от ветра Ущелья и щели, И скрипят на ветру На распашку открытой двери. Вот это из ленинградских стихов, Из очень ранних. Я приехал в Архангельск, Начал работать здесь, И мне было, конечно, очень грустно, Потому что я никого не знал, А в Питере я оставил Массу знакомых, друзей, Любимого человека, И так далее, и так далее. То есть я в Архангельск приехал, На работу, на радио, А вечером что делать? Ну, нечего делать. Никого не знаю. Журналист, конечно, быстро Вот обретает друзей, Хороших друзей, да. Но не сразу же, не с первой недели. А я увидел объявление. Производится набор в молодёжный театр-студию. Это была осень 1984 года. Виктор Петрович Панов делал набор в театр-студию. Тогда это была любительская театральная студия. Народный театр-экспериментальный. Вот. Я пришёл и стал у него, ну, заниматься. Вечером репетиции, ночью декорацией колодим. В выходные играем спектакль. Учились, работали все. В самодеятельный театр. Вот. И я написал, начал писать театральные стихи, связанные с театральной темой. И когда Виктор Петрович хотел поставить «Маленького принца» спектакль, я написал зонги к этому принцу. То есть зонги, монологи, песенные монологи от лица всех действующих лиц этой великой сказки. Ну, не получилось. Спектакль получился, но зонги не получились, короче. Но тексты остались. И вот сейчас, я прочитаю несколько стихотворений из этого цикла «Маленький принц». Я ещё и потому, что должен прочитать, что через три часа «Маленький принц» будет идти в театре драмы у нас. И я как раз с пресс-конференцией, на которой шла речь об этом завтрашнем спектакле. Играть будет Сергей Витальевич «Безруков». Сейчас он рассказывал об этом спектакле «Маленький принц». Мне только рассказывал, он показывал. Актёры удивительные люди. У них живые лица. Я много общаюсь с актёрами, очень много. И живые лица, и живые руки, и живое тело. Всё живое. У нас зачастую всё это как будто оно мёртвое, как сжатое. Как будто мы себя загнали в какой-то камень, в рамки. Мы такие ходим, да и мы так живём. Актёр тоже бывает разным. Всякие, всякое бывает. Вот сейчас на пресс-конференции я с Юза Сергеем Витальевичем. Он начинает говорить об своём спектакле «Маленький принц». Он его поставил, он сам там играет. И у него пальцы начинают жить. Он как будто пробует своих персонажей. И лицо у него куда-то в космос. И на какие-то очень конкретные живые вещи. Наблюдать за актёром, тем более за талантливым актёром, очень здорово бывает. Извините за такое театральное отступление. Но я под впечатлением, честно говоря. И вот «Маленького принца» он будет показывать вечером. Меня предупредили, что придётся стоять. Но я много спектаклей в том же Питере стоя пересмотрел, потому что мест нет. А в театре на Таганке мне однажды довелось смотреть спектакль «Десять дней, которые потрясли мир», стоя на одной ноге. Потому что вторую ногу поставить было некуда. Вот так вот. Там стояла чья-то другая нога. Причём на балконе. Вот как-то сейчас меньше театр популярен. В советское время попасть на хороший спектакль было практически невозможно. Попадали правдами и неправдами, стоя на одной ноге смотрели. Перечитывая «Маленького принца». Лётчик. Представь ночной набор высоты Выше самых высоких гор И нет никого. Только звёзды и ты И мерно гудит мотор. Усталость вступает в свои права, Стараешься не заснуть, Но звёзды свои покидают места И двое обступают путь. И мчишься в сияющее кольцо, Пронзая ночной простор. И нет никого. Звёзды смеются тебе в лицо, И мерно гудит мотор. Роза. Я нежный алый свет В истоме лью на сад, Прекрасен розы цвет и неженый роман. Но на шипах роса На каждом лепестке, Прохладная краса В излеженном цветке. Я вовсе не слаба, И ты склонишься ниц, Хоть я твоя раба, А ты мой гордый принц. Да будь ты королём хоть. Посмотрим, подождём, Под солнцем будешь плакать, Смеяться под дождём. Лис. Я взрослый зверь, Я видел жизнь, И она не понравилась мне. Я взрослый зверь, Я видел смерть, И она не понравилась мне. Я люблю размышлять в тишине. Я низ. Я таскаю кур, Но в конце концов Не такой уж это и грех. Я смеюсь, Видя злобу этих и тех, Видя ружья этих и тех. Я люблю убегать от всех. Я низ. Я знаю уйму тропинок в чаще, Все знаю их, может быть. Я знаю такие простые тайны, Что их непросто открыть. Я не раз смогу тебя удивить. Я низ. Вот теперь другая часть, Другая значительная часть моей жизни И вот этой книги – это лошади. Я человек городской И, в общем-то, Ну, Ну, Городской человек, короче. Я понимаю, что булки не растут на деревьях. В общем, это, наверное, То, что я раньше понимал, По крайней мере. Это единственное, наверное, Что я понимаю. Вот. Ну, Виктор Петрович Панов – Руководитель нашего молодежного театра. Он такой энерджайдер, Он такой генератор идей всегда этим. Он замечателен. Вот. Сейчас, конечно, он в больших годах, Но я помню его Сорок лет назад. Каким он был. Сплошные идеи. С утра до вечера идеи. Творческие идеи. Самые невероятные. Однажды он пришел с очередной идеей и говорит, Давайте устроим Агитационный поход По Архангельской области. Возьмем Вельский. Вельский госкомюшин. 150 долларов лошади. Возьмем Вельский лошадей десятка два. Оденем форму бойцов Гражданской войны. И с винтовками, С песнями и стихами О гражданской войне Поедем из Вельска в Архангельск. Ура! Ну, дураки были. 530 километров, между прочим. Самый длинный поход, Который я провел Уже профессионально. 165 километров. И это были люди, Хорошо умеющие ездить. А тут 530. Ура! Километров. Сели поехали. Ну, нас три дня получили. Значит, выдали нам лошадей. Поучили, значит, три дня ездить вперед. Ну, два дня мы проехали. Между этими двумя днями Ночью мы заблудились В Вельском районе. На ту дорогу. Заночевали в лесу. Вышли к какой-то избушке, значит. Постучали в окно, сказали. Хозяин, где большая дорога? Хозяин выглянул в 3 часа ночи. Обалдел. Красноармейцы свинтовки. Это вот может показаться байкой. Это было на самом деле. Спросите. В театре еще работают люди, Которые были в этом походе. Вот. Ну, показали нам большую дорогу. Значит, мы кое-как выползли. Нас там нашли, значит. Лошади никакие. Мы сами вообще никакие. В общем, лошадей у нас через день отняли. Сказали. Ребята, вы и сами, в общем, вздохните. И лошадей нам угробить. А лошади дорогие. Любим завод вообще. Вот. Но я тогда заболел ложкой. Заболел лошадей. То есть всерьез. У нас два человека. Саша Поткин и я. Вот двое артистов театра. Молодежного. Нас это попало как-то навсегда. Вот. Тогда как раз в цирке. Цирк еще функционировал. На Троицком. Там была конюшня на 10 домов лошадей. Вот. Там образовалась первая конная школа в Архангельске. Я в ней занимался. На манеже на цирковом. Нахрутил там за два года не знаю сколько тысяч кругов. Очень хорошо. Научился ездить верхом. И сейчас по сей день, когда еще. Конники не говорят погоды. Конники говорят грунты. Когда грунты позволяют. Сейчас грунты не позволяют. Потому что грязь, лед, снег. Все перемешивают. Когда грунты позволяют. Вперед. В поля. Езди. Тренируйся. Занимайся. Вспоминай каталоги. Вот. Я организовывал. Проводил конные походы. Я об этом скользко упомянул. По Холмогорскому району. Это было конечно здорово. На самом деле. Но. С лошадьми у меня была еще такая история. Сейчас стихи, которые я. Три небольших стихотворения. Которые я прочту. Они связаны именно с этой еще историей. Дело в том, что. Меня еще взяли однажды в оборот ролевики. Когда ролевые клубы только появляются. Но сейчас это называют чаще всего. Клуб исторической реконструкции. Вот. В 1993 году прошел первый фестиваль исторической реконструкции. В Котловском районе. Первый фестиваль на северо-западе России вообще. Он прошел в Котловском районе. Не в Архангельске. Не в Ленинграде. Не тогда в Петербурге. Он прошел в Котловском районе. Я на этом первом фестивале был. Как журналист. То есть я приехал написать очередь об этом фестивале. На меня тут же одели кольчугу. Дали в руки арбалет. Сказали, иди вою. Нечего тут писать. Пришлось двое суток опять-таки. Не вылезая из образа. Я в театре работал. Мне было легче. Это спектакль под открытым небом. По сути на самом деле. Иногда ролевой фестиваль может длиться неделю. Тогда некоторые заигрываются. И забывают в каком они веке на самом деле. Я такое видел. Это где-то может быть и опасно. Не будем о грустном. На самом деле это здорово. Ролевой фестиваль. То есть путешествие в прошлое. Он очень самым разным людям дает очень многое. Но тем, кто такие спортивные. Покруче. Им на мячах помахаться. На копьях. Силу свою показать. Ловкость проверить. Вид спорта. Историческое фестиваль. Прекрасно. Есть такие люди. Особенно девушки. Которым надо в нарядах. Надо шить старинные наряды. И потом в них прикрасоваться. Потом там ролевые свадьбы. Ролевые обряды. Часто по ночам. У костров. Это все очень красиво на самом деле. А поскольку я увлекаюсь лошадьми. А творческие люди. Там приезжают много бардов. Они потом пишут песни замечательные. Поэты пишут стихи. И так далее. Разные люди. Каждый человек может для себя что-то найти на ролевом фестивале. Если он конечно не побоится. Потому что неделю в лесу. У меня был на определенную силу волю иметь. Вот. А у меня лошади. Я когда приехал на первый фестиваль. Я сразу спросил. А лошади у вас тут будут? Мне говорят. Ну какие лошади? Ну это все-таки игра. Это все-таки спектакль. Хотя и на природе. Кешки могут быть лошади. Я говорю. Какие какие? У вас же есть тут полигоны. Деревня Курцево. Там вроде конюшня есть. Этот подлоский район. Вот. Мне сказали. Ну если ты такой смелый. Езжай в Курцево. И привози сюда лошадей на поле. Я поехал и привез. Для начала двух лошадей. Я оттуда взял в аренду просто. Вот. На третий фестиваль в девяносто пятом году. Я взял уже четырех лошадей. И привез с собой ребят из Архангельска. Троих конников. Потому что так выяснилось ролевикам. В игре некогда ухаживать за лошадьми. Они живые. Они игровые. За ними надо ухаживать. Вот. Ну и так далее. В общем так оно пошло. 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 И короче те. Ну вот. Сыновья полей. Вторая книга. Проза моей. Это три повести фэнтези. Это классическая фэнтези. Битвы. Артефакты. Ловь. И так далее. И так далее. Все что положено фэнтези. Вот. Путешествия. Колдовство. Там все так далее. Вот. Я считаю это первая конная фэнтези. Я много читаю. В том числе и фантастики. Конного фэнтези я еще не читал. Пришлось написать самому. Получилось вроде бы и неплохо. Ну конечно если бы я не провел. Сколько там. Времени на ролевых фэнтези. Где приходилось. И в общем то. Ну конечно это постановка. Напоминаю. Это все таки спектакль большой. Игра. Но приходилось там. И с копьями там. Верхом причем с копьями. Всякое короче. Пальцы ломать. И ребра. И чего только не было. На самом деле. Как бы игра за которую платишь. Дорогой ценой. Своей платишь. Почему я не люблю компьютерные игры. Вроде как бы не честно. Там человечка посылаешь. Он за тебя значит расплачивается. И вот он бьют по голове. Ты представь что это вот ты сам. Побеждаешь ты. А не человечек. Ты побеждаешь. И терпишь поражение. Ты терпишь поражение. По-настоящему. Настоящему. Вот. И вот такая книга у меня написалась. Фэнтези. И конечно написались стихи. Вот. Из которых я прочту. Наверное. Солнце мчалось над нами. Мы быстро и верно. Постигали в движении суть красоты. Комарьё относило порывами ветра. И вминали копыта в суглинах цветы. Всё быстрей и быстрей. Обгоняя в горячке мысля риски. В лицо рассмеявшись в тоске. Мы утверяли судьбу свою бешеной скачки. И копью крепко сжатому в правой руке. Нам махали рукой часовые на башнях. Колдуны торопливо нам знаки беды сотворяли. Но мы всю беду во вчерашнем дне. Бросали набравший поводья узды. Звук набата. Клич ярости. Факелы. Стены крепостные в удушливом чёрном дыму. Прорывая заслоны врагов. Мы летели поспевая с друзьями. Встать рядом в бою. И опять лошадей с места трогая шагом. И опять на расси покачнувшись в седле. Пили жизнь мы как жгучую сладкую брагу. Захлебнувшись немыслимой ширью полей. Позади оставались овраги и ямы. И кресты вознося над вечерней землёй. Открывались нам древние белые храмы. Врастая как будто из пашни самой. Лошадей придержав упоминали ушедших. Тех, что вечно стены непокой обрели. А потом продолжали свой путь бесконечный. По дорогам летящий в пространстве земли. Вот это что касается конной моей части биографии. Конных стихов. Здесь довольно много в этой книжке стихов о лошадях. Есть стихи, посвящённые конкретным лошадям, с которыми я работал. Конники никогда не говорят, упаси бог, катался. На это они обычно отвечают. Катаются с горки. Ну, ездят они, говорят, на лошадях. А чаще говорят, работают. Чем вчера занимался? Работал, служить. Значит, всё, поехал. Значит, ты работаешь, служить. Два живых существа работают друг с другом. Вот как это неудивительно. Я до сих пор не могу привыкнуть. 30 лет работая, служить мир. Как работают два разных живых существа. Не просто кошку погладить. И не просто собаку выучить сидеть и стоять. А работать. Ты же как бы с ней вместе. Вот. Поэтому вот так, служить мир. Работать, служить мир. В 90-е годы и в нулевые на самом деле было очень тяжело. Потому что время было не поэтическое. Когда Александр Сергеевич Пушкин в 19 веке написал. А в 19 веке. Наш век торгаш. Наш век железный. Он ещё не знал, какой 20-й год будет. Пристоит цивилизация наша. Вот. Но тяжело было, конечно, в 90-е и в нулевые. Вот на рубеже уже 20-го и 21-го веков. И стихи не писались. Я, может быть, и прозу начал писать от того, что лучше писалась проза. Рассказы, повести, целые книги. Вот. Выпустил «Конюшня Анны» книга. Ну, о многом там вошли разные рассказы и повести. Но вот сам цикл «Конюшня Анны» — это 12 рассказов о 12 людях, в конюшне работающих с 12 лошадьми. Ну, есть ещё 12 апостолов. Но это ладно. Это между строк, наверное, читается. Вот. Ну, и, в общем, получил за эту книгу премию имени Абрамова, что меня, конечно, очень согрело, потому что премия Абрамова даётся за серьёзные реалистические вещи, за реалистическую прозу серьёзную. А меня всё-таки, поскольку у меня просто апокалипсис, роман «Следущее поколение», фэнтези «Сыновья полей», роман «Катастрофа», «Сон на закате». Ну, пишет человек фантастику. Не бог с ним. Да, это несерьёзно. Ну, после премии Абрамова перестали об этом говорить, потому что такие премии, конечно, говорят о том, что человек что-то может вокруг себя увидеть и написать. А мне, конечно, помогло общение с конниками, потому что я писал то, что видел. А Эрнест Клингвей говорил, да, великий писатель, писать надо о том, что хорошо знаешь. Тогда всё, что ты напишешь, будет из него восприниматься совершенно иначе. Поэтому я понял, что надо от фантастики отходить немножко, да, и писать об очень простом, на самом деле. Потому что я уже стал, ну, многое уже понял о простых людях, о тех же простых. Ну, у нас лошадьми занимаются, в общем, как иностранные. Я знаю почему. Занимаются девушки в основном. Парня встретишь очень редко в конных клубах. Ну, конечно, девушки, девушки, девушки. От школьниц там, из пятого класса, до уже взрослых женщин, семейных, допустим, да. Женщины, девушки. «Почему?» – задавался постоянный вопрос. Нашёл ответ. «Потому что лошади – это живое. Девушек, женщин тянет к живому. Парней тянет мотоцикл, автомобиль. Навороченный автомобиль, как тебе дальше сказать. Вот, это вот так всё. Это железо. Компьютер, кстати, очень хороший. Он тоже железный. Всё нормально. Как-то вот, я не знаю, в принципе, почему меня к лошадям потянуло, но я вам рассказал в предисловии. У меня просто сложилось так. Вот эта тверьская конюшня, эта история с эскадроном памяти, эта конюшня в цирке. То есть я просто прикипел конкретным людям, конкретным местам, конкретным лошадям и оказался уже в этой сфере. В книге стихов здесь, да, есть стихотворение, которое называется «Кетти». Это как раз та лошадь, лошадь Кетти, которая была у меня вот в этом эскадроне памяти в Вильске, на которой двое суток приехали. Но перед этим три дня денно и ночно именно на ней я учился. Есть стихотворение «Стрелок». «Стрелок» — это конь, который в цирковой конюшне, с которым я работал, стоял в цирке у нас. Рыжий такой конек, мелкий. Есть «Бархат», «Великолепный гнедой жеребец», который на острове Краснофлотский, с которым в 90-е годы я работал. То есть это стихи о лошадях конкретных живых, с которыми я дружил и работал. Ну и о людях, конечно, естественно, которые работали там, и которые ушли уже некоторые из них, которые живут до сих пор. Закончив с этим циклом, с этой страницей биографии, серьезными вещами заговорил, серьезными словами. Что-то важно, что я говорю. Стихотворение я прочту как бы вне всяких рассказов, просто стихотворение, написанное об Архангельске. Почему-то у меня не пишутся стихи об Архангельске, потому что, наверное, для меня Архангельск — это вот скол как раз разных людей, а поскольку люди эти увлечены театром, лошадьми и творчеством, ну поэты, допустим, журналисты, то я пишу глазами этих людей, пишу, для меня это тоже Архангельск. Вот эти лошади, которые перечислили, тоже Архангельск, потому что архангельские лошади. Вот. А все-таки есть одно стихотворение, которое называется «Ветер с двины», и которое вот чисто Архангельск. Вот о том, какой для меня Архангельск, что для меня важно. Это ветер сдвины. Ты не ждешь его, он приходит. Перенося тебе слова, что рождаются в небесах. Ты не ждешь этих слов, ты спокоен и счастлив вроде. Только стрелки, стрелки движутся на часах. Это ветер сдвины. И гадай, не гадай, прогадаешь. Промелькнешь смутной тенью в прибрежный кану, в явняк. Ты живешь на земле — дует ветер. Ты умираешь — дует ветер. Ах, как он дует! Ах, как это ветер сдвины. Он промчится, пронзая город. Город — это кто и что-то такое однагородил? Есть тепло на земле. На земле есть еще и холод. Ветер быстро-быстро напомнит это тому, кто о том забыл. Это ветер сдвины. Не попутный, а встречный ветер. Верь поэту, верь ветру. Они не солгут тебе. Ты еще не спросил ничего. Ну а ветер уже ответил на вопросы твои. И все рассказал о твоей судьбе. Я очень много бывал в Крыму. Причем в разные годы. И в 90-е, и в нулевые, и сейчас. И, в общем, последний раз был в прошлом году. В украинские времена, в русские времена. Ну, власть меняется. Крым-то остается сам. Естественно, они в санаториях, естественно, с палаткой и с рюкзаком. Сначала один ездил, потом с женой своей ездил вдвоем. Ну, он человек походный такой. У него рюкзак на 50 литров, у него на 120. Туристические рюкзаки меряются в литрах. В литрах. Это не странно, это я не оговорился. В литраж. Сколько литров можно поместить в рюкзак, изменяется его объем, измеряется. Вот. И стихи, которые не писались у меня в Крыму, вдруг написались сразу за один год. Вот 25 лет, там, 20 добрых поездок в Крым. С разными приключениями тоже. И ни одного стихотворения. Это вопрос о том, что такое поэзия. Это вообще тайна, на самом деле. Профессиональный поэт может писать по стихотворению в день без малейшего напряжения. Ну, силобатоник узнаешь, чередование ударных без ударных словов. Ну, рифмов узнаешь, муществе женской и т.д. Белый стих, может быть, еще для разнообразия. И пиши стихотворение, в общем-то. Грамотные стихотворения будут. Каждый день можешь писать по стихотворению. Сесть вечером, после работы, и написать за полчаса. На самом деле, бывает, конечно, что и так. Пришел с работы, сел и написал за полчаса. Бывает, но редко. Чаще стихи все-таки должны рождаться из тебя, из окружающего, вот оттуда, сверху приснится может строчка, потом становится стихотворением. Настоящие стихи всегда немного, а иногда и не немного тайна. Вот почему у меня в Крыму за 20 лет не написалось ни одного стихотворения. Потом за один год написались 25 стихотворений. Чухи, не каждый день, каждую ночь точнее. Я ночью почти не спал, у меня ночью крымские стихи написались. Вот это тайна. Не знаю почему. Так вот получилось. Тайна, секрет. Ну, 25 стихотворений, крымская тетрадь. Разные места, где мне доводилось бывать в Крыму. Я опять-таки, естественно, 25 стихотворений читать не буду и даже, наверное, на несколько не буду, чтобы не затягивать сильно все-таки. А прочитаю стихотворение. Оно такое с действием. Не просто, значит, пейзажная картина. Такое об одном событии. Тут все описано. Мрачная туча. Ну, небольшая. Как рассудили небрежно мы, в десятки шагов от моря поставив палатку среди иссохшей травы. Да что мы знали о крымских тучах? Да что возомнили мы о себе? Воздух забился, будто в подучей. Темней становилось, темней, темней. Шквал, как руками, рванул одежду. Ветер, усиливаясь, грозил перевернуть вертном побережье И наизнанку вывернуть мир, словно беспомощный дамский зонтик, непогоду встречающий в попыхах. То, что творилось на горизонте, вершилось и рушилось в небесах. Ливень ударил в лицо, не сверху, а сбоку, с моря. Было оно теперь немирной крымской утехой. Дико было море черно. Я не помню, как очутились под карнизом какого-то дома мы. Деревья чудищами бесились. Летели стекол, куски из тьмы, шифер, ветки, обрывки тентов. Батут пропрыгал, как в жутком сне лягушка босха. Крепко всем телом ты прижималась, дрожа ко мне. Время остановилось, впрочем. Безумно быстро оно неслось. День за минуту сменился ночью, и за минуту же улеглось буйство стихии. Небо, свой слиток, вновь развернуло, даря нам свет. Думая, на берегу все смыто, мы знали, что нашей палатки нет. Бездомным себя ощутить не сладко. Но я сказал тебе, посмотри, была на месте наша палатка, рюкзаками прижата изнутри. Лишившись всех штормовых оттяжек, как крейсер неравный бой испытав, она оседала влажно и тяжко в тину в месиво донных трав. Теперь нужно было сушить все это хозяйство, рюкзаки разбирать, и карту, достав из гермопакета, путь к бокальской косе изучать. И мы приближаемся к последнему, приблизились уже вплотную, к последнему циклу, который завершает сборник. И это стихи, написанные год-два назад, совсем недавно. Это цикл «Одинокое слово», который дал название этой книге. Другое время, вот я начал со стихов юношеских, да, из юношеских дневников. «Мы целовались на крыше, мокрое, словно мышь». Вот это вот 20 лет, да. А вот почти в 60, да, как пишется уже, уже по-другому живется, по-другому пишется. «Горы встанут на месте равнин, русло новое выроют реки, ледники лягут в ложе долин, а земля прибывает во веки. Императоров и королей тяжелы, словно виевы веки, но не вечны они на земле, а земля прибывает во веки. Громоздятся на чеках нули, в цепь нулей обращаются чеки, и нулем исчезают с земли, а земля прибывает во веки. Торжествуя кузнечик звенит о себе и о человеке, всем нам в землю уйти предстоит, а земля прибывает во веки. Полем идешь, птицы выпархивают из высоких трав вплотную к тропе, у крылатых своя епархия тут, где, как свечи в храме, горит кипрей. В поле, да, чего только не намешано, чертополох разбоин, в юнок лукав, но свыше все обдумано, взвешено и ухнуто в вольную волю трав. Боже, только искажешь коленями, промокая в рассе сплетенных стеблей. Людские сменяются поколения, неизменно протяжная власть полей. И когда из-под купола неба входим мы в стены тех, где воздух звенящий, тих, незабудки, крохи огромной родины, узнаем на иконах, в глазах святых. Я зашиваю порванную куртку, а за окном идет дождь и идет, как будто бы так будет вечно, будто дождь тщетно землю порванную шьет. А помнишь, говорю, дождю, бесились на питерских асфальтах мостовой, мечтали, бунтовали, веселились и плакали на мокрой мостовой. Идет дождь и идет, он не ответит. Прошла пора витания в облаках, и чудится, что я один на свете с иголкой и ниткой в руках. Вот так, чтобы немножко улыбнуться. Кот, живи вечно, говорю своему коту. Поглажу, уруркнет млечно, ставится в пустоту. Интарная многоточия, светлый пронзает мрак, Когти хищно наточены. Вечно? А это как? Ну, и такой экспромт еще. Кстати, у нас идет ведь, у нас пасхарки, да? С технофанатизмом отстаньте вы уже. В хлеву Христос родился, а не в гараже. Ну, иногда хочется и коротко сказать, не расписывать, а вот так. Восемь слов сказать все, в общем-то. Ну, что-то очень важное. Вот. И в завершении, в завершении своего выступления, но я напоминаю, что я очень жду вопросов, некоторое количество, чтобы я еще ответил на то, что вам интересно узнать, да? Вот. Завершает эту книгу грамматическая поэма. Ну, это нечто среднее между поэтическим произведением и драматургическим, да? Можно сказать, что это пьеса в стихах или поэма в лицах. На самом деле, очень сложный жанр, очень сложный, тем более историческая, историческая драматическая поэма. Братья. Она написана в 2017 году, пять лет назад. И совершенно неожиданным образом, ну, говорят, что поэты все-таки, поскольку они слушают, что вот оттуда идет, да? Не отсюда, так вот оттуда. Они угадывают многие вещи. И, к сожалению, я угадал то, что происходит сейчас, да? Вы понимаете, о чем я. Вот. Эта поэма, она о первой на Руси братоубийственной рознике. Первой. Она описана в «Повести временных лет». В «Повести временных лет» произведение достаточно известное. Там вот эта история, она в двух страничках описана. Я развернул вот это большое произведение. Речь идет о сыновьях князя Святослава. Святослава Игоревича. Десятый, по-моему, век, да? Нашей эры. Десятый век, ровно больше тысячи лет назад. Киевская Русь. Киев – столица Полян. Обруч – столица Древлян. Двух славянских племен. Новгород – там республика, значит, основное притяжение власти. И Святослав, уходя в поход, он все время, он был очень воинственный человек, все время был в походах, когда у него подросли немножко сыновья, стали, ну, молодыми, но уже самостоятельными, он отдал Новгород Владимиру, Киев – Ярополку и обруч Олегу. То есть, трем своим сыновьям он отдал три княжества, три основных центра притяжения силы. Вот. И получилось так, что мира между братьями не получилось. Сначала погиб Олег, потом погиб Ярополк, остался Владимир. Это Владимир – Красное Солнышко, Владимир – креститель Руси. Но началось все с, в общем, вражды братьев, с убийства. Братьев сначала одним другого, потом третьего, второго. Тяжелейшая история, на самом деле. И, конечно, она нас сейчас заставляет... Вы понимаете, о чем это занимается. Если вот... И, кстати, это братоубийство на родине продолжалось потом 250 лет, до прихода татары-монгол, которые быстро с этим разобрались, с этим дележом власти бесконечно. Если нужно играть, то, а не только нет. Потом пришлось восстанавливать все очень долго и тяжело с нуля практически. В общем, на самом деле, тут исторические персонажи, конечно, в этой поэме. Но есть и вымышленные, простые люди. Вот юноша и девушка – Ждан и Весняна. Ждан, девушку зовут Весняна. Вот я прочитаю сцену из небольших фрагментов к разговору. Весняна, ты слышишь, Ждан, что? Там ходят под окошком. Злодеи груды злата отобрать явились к нам. Весняна, мне боязно немножко. Ты слышишь, вот опять пришли, опять, Ждан. Не бойся, это дождь по листьям бродит опавшим. Он нам зла не причинит. Он вечно себе места не находит и сам с собой о чем-то говорит, о чем-то, что никто понять не может. Весняна, волхвы все могут. Ждан, многое? Еще? Не все. Когда, моей коснувшись кожи, слезами тихо дождь течет со щек, мне чудится и оплачу вместе с миром. И леденок оплакиваю мир. Весняна, почаще жертву приноси кумирам, Ждан. А дождь осенний разве не кумир? Весняна, ему не поклоняются. Ждан, лишь люди. Но каждый лист трепещет перед ним. Вот так и смерть, придя в свой срок, остудит. Жар жизни, что в сердцах своих храним. Весняна, ты думаешь о смерти? Ждан, нет о жизни. Бывают мысли горькие, но все они о жизни. Почему на тризне не только слезы льются, но и смех звучит? Мы так напоминаем смерти, что не всевластна над людьми она. И может иногда отведать плети, как скверная сварливая жена. Весняна, сварливый по делу, зачем брониться? Какой жене и мужу в злобе прок? Ждан, я... Ждан, что? Весняна, принесу тебе напиться. Ты хочешь пить, Ждан? Я сделаю глоток воды из черпачка за нас с тобою. Как будто бы из чары наперу ромейского вина. Весняна, а что такое вино? Ждан, вино? Работа гончару, доход торговцу и кумир гуляки. Из винных ягод делают его. Хранят в красивой глиняной корчаге. И пьют, как мед, и не пивом пьем. И грозди, грозди этих ягод винных, Созревшие свисают тяжело в садах ромейских на побегах длинных. И светятся ночами под луной, как камни самоцветные. А травы неведомые, колдовской ковер сплетают под ногами, Укрывая обломков скал причудливый узор. И многое придивное иное, а там у ромеев можно увидать. Князь Святослав ходил на них войною. Весняна, зачем? Ждан, ну надо же с кем-то воевать, князьян, иначе силу не покажешь. А войско у ромеев, Весняна, может, ты мне лучше про ромейских дев расскажешь? Они ведь тоже дивной красоты, наверное. Ждан, красивой, даже слишком. Весняна, глаз слепят, словно солнце. Ждан, солнце, но закатное. Я знаю по наслышке, что не волнует их уже давно, Не волос, взметнувший вольный ветер, Незябкая предутренняя рань. Их лица то улыбкой осветят, Что заключили в камень или в ткань, Как будто бы в темницу. И в темнице свои красы заключены они. Их жизнь томит. Они подобны птице, Которая проводят в клетке дни бесчисленные. Но в одном я буду завидовать всегда им. Каждый день придут глазами сказочное чудо. Мозаика, весняна, мозаика, ждан, нигде. Я ничего прекраснее не видел. Создатели мозаик их творят. В трудах упорных, вдохновенных, Сидя пред грудами чудных каменьев смальты. Те смальты всех цветов, что есть на свете. Они синеют небом на заре, И зеленеют смутным сном олете, И багровеют угольком в костре, И лунными лучами серебрятся, И блещут солнцем. В необъятный мир мозаичники погружают пальцы. Пир этот всем пирам на свете пир. Не просто смальты подобрать по цвету друг дружке, Но когда они легли, все на свои места, Творение это как будто отрывает от земли Того, кто смотрит на него, Внимая волненью сердца, полнящего грудь, И с трепетом душевным постигая Отличный от земного долгий путь, Который обещает бог Ромеев им после смерти. Весняна, после смерти ждан сон, Тебя сморил, ты засыпаешь? Весняна, нет, я не сплю, я слышу. Обещает он им после смерти, С трепетом душевным, путь долгий, Всем пирам на свете пир, Подобное мозаикам волшебным, Сиянье солнце, необъятный мир. И последнее, эпилог этой поэмы. Эпилог это уже от лица меня, Поэт, автор этой поэмы. Вот так. Как далеко в осенней тишине Несутся звуки, Словно не в пространстве, Во времени. Чем вечера темней, Тем жизни смерть в извечном постоянстве Яснее предстает. И слово «меч» услышим мы В негромком разговоре Про появление установок смерч, В краю, где воцарились розни горе. И снова весть к нам горькая придет О том, что по людикому на радость, На брата брат славянский восстает. Опять князья не поделили Малость какую-то. Осина на ветру взметнется, Словно красный плащ перед строем, И снег густой повалит поутру И скроет все. И ничего не скроет. Обнажено движение планет, Нет тайны в сочленениях микромира. Зачем же людям нужен ты, поэт? Затем, что взяв вина И хлеба с сыром, Ты сядешь на закате у оки, И людьми пра, И лёгруческой жилони, И отразятся в зеркале реки Сквозь жизни смерть несущиеся кони. Никто не видит их, Но видишь ты, поэт, Братоубийство ненавистника, О вечном мире Все твои мечты, О вечных войнах Сумрачные мысли. Зима всё ближе, Лебеди летят Над Паонежьем, Ладогой, Полесьем, И в голосах их отзвук слова Брат Чуть уловим В осеньем поднебесье. Спасибо. Пожалуйста, Какие будут вопросы Нашему замечательному гостю? Так, пожалуйста. Спросите, Вы могли бы прочитать Психопорение про коня, Который вы ходили в походке Крюня? Ну, Брюня. А, Крюня? Кэти-то? Да, Кэти. А я даже на юге знаю, Наверное, Я узнаю. Кэти-то Из трёх мушкетёров, Это служанка Меледи. Если читали трёх мушкетёров, То есть, Это Кэти-то не реальное имя, Не абстрактное имя, Это вот персонаж трёх мушкетёров. Причём, Это Кэти-шестот килограммовка, Была тяжеловоз, Тяжеленная, Огромная, И очень самая сильная лошадь С такими вести остальными. Представьте, На такую сесть. Но она спокойная. Меня посадили, Мне, вручая кобылу По имени Кэти, Много жутких вещей Рассказали о ней. Дескать, часто Табун, уводя за собою, Так уж видно, У них в табуне повелось, Кэти напрочь сносила Плетни и заборы. Кэти их проходила Буквально насквозь. Был тогда я не всадник, Салага-салагой, Скажут Шенкель, Я Шенкель в кармане искал. Ожидал я подвоха От каждого шага Моей Кэти, Коль рядом забор возникал. А потом мне открылось. Всего-то и надо Пообщаться с ней Прозой или, скажем, стихом. Беспокоиться Кэти начнет Я Гренаду Или смерть в пионерке Влеплю целиком. Если б знали Светлов и Багрицкий, Как чутко относилась Кобыла к поэзии их, Растопырит пушистые уши. А ну-ка нам из этих Чего-нибудь или из других. Размечтавшись, Поводя на гриву, отбросив, Я стихи все твердил И твердил наизусть. И откуда-то Из-за архангельских сосен Наплывала на сердце Испанская грусть. А Светлов и Багрицкий, Гренада, смерть в пионерке И так далее. Потому что мы должны Были в пойме Борцов гражданской войны С репертуаром. И мы читали Вот как раз Такие стихи. Поэтому я знал наизусть И читал свою лошадь постоянно. Это на нее очень умиротворяюще. Я, конечно, читал так спокойно. Нас водила молодость. В саде. Нас водила молодость. Я уже тогда понимал, Что лошадь чувствует интонацию. Как любое живое существо. У кого-то есть животные, Он знает. Они чувствуют интонацию. Начинающие конники Всегда ошибаются. Они начинают лошадь Успокаивать такими словами. Ласковая, Любимая моя. Что ты нервничаешь. Ну стой, пожалуйста. Золотая моя. Лошадь от этого, конечно, Дичает. Она слышит интонацию угрыжающую. А может быть. Ах ты. Когда она на ногу наступит. Если ты не в кирзовом сапоге. Я докончалась. Переломом нет. Сходящими ногтями. С этими гематомами. Там скажешь, конечно, Разные слова. Когда я спрашиваю. Я отношусь на цензурной лексикой. Я говорю только в одном случае. Лошадь наступила на ногу. Тогда можно и даже можно. В других слоях. Николаевич, А сейчас вам часто дают Поработать? Очень редко. Вообще, Межсезонье У нас с климатом Видите, беда. Наш Межсезонье Вырубает У нас ведь нет Нет, вру Уже есть. Уже появился На Краснофлотском Закрытый манеж появился. Да, Хотя можно в закрытом манеже Есть. Но это все не то. Это для тех, Кто хочет научиться ездить. Вот это по кругу. Я в свое время Два года наездил по кругу. Мне это уже не нужно. Мне нужно куда-то В лес, В поле, Подальше. Работа в поле Условия. А это значит Вручные должны быть хорошие. Поэтому осень вылетает. Почти вся весна вылетает. Остается лето. Когда пора отпусков. Или ты сам отпуск поехал. Или коллеги по радио поехали. Поэтому за них отрабатывали. Остается зима. А зима у нас тоже, видите, Не всегда мягкий снежок лежит. То наледь, то оттепель, То буран, то снегопад. Поэтому получается, Что даже вот из-за погодных условий Редко доводится работа. Но когда есть возможность, Ну и потом Журналистская работа, Литературная работа, Семья в конце концов, Собака, кошка. Поэтому получается, Что очень редко удается. Я подумывал одно время, Честно, подумывал Уехать в кинозерие куда-нибудь, Взять там конюшную арендовать И просто там жить и работать. Но Не срослось. Можно я скажу пару слов Буквально про эту книгу. Эта книга выпущена Региональным отделением Союза писателей Архангельским На очень хорошей бумаге. О содержании вы уже имеете представление. Но вот мне очень интересно, Как вы объясните нашим читателям, Почему именно это словосочетание Вы взяли для сборника Одинокое слово? Очень простой ответ. Дело в том, что это как раз Одно из недавних стихотворений. Я его прочту, Оно совсем небольшое, И в нем заключается ответ на ваш вопрос. Я хочу сказать, что вы считаетесь, да? Ну да, резонный вопрос. Почему это мне казалось? Когда Сказал я и отвлекся, И осталась незаконченная фраза. Когда Что дальше? Пели соловьи Иль крики вранья Терзали разум. Как тень Хватает слово за рукав, Без словосочетания Одиноко. Когда Что дальше? Пенилась река, Иль засуха Объяло край далекий. Когда Продолжи, Вровень стань с творцом, Наполни жизнью Мортвые пустоты. Сто тысяч вариантов Налицо, Ни одного не выбрал. Почему? Отчего ты? Когда Когда Вы знали, Как стихи растут Из ссора, Голоса иные Докончат За тебя Раст и затих, И стлеешь, И они навек живые. А слово Одинокое Твое Исчезнет Птахой В пламени Заката. Если плакать Будешь, И о нем Заплачешь Безутешный Пыль Когда То Когда Меня спрашивают Секунду Как отделить Хорошие стихи От плохих Как хорошую музыку Отделить от плохих Я пишу Это стихотворение Поздние стихи У меня Ранние были Юношеский Дневник Мы целовались Мокрые Словно мышь Такая Полка Чижи Пыль А последние стихи Это музыкальная Тема Неспешная И вот Когда Эта музыка В стихотворении Есть Музыка А не просто Рифмовка Рифмовать-то Господи Незнайка Еще умел Помните Мы уже учили Стихи писать Палка Селедка Надо чтобы Красиво Палка Галка Ну все Палка Галка Это уже Понятно Все сложнее Гораздо Музыка Должна быть В стихотворении Когда ее чувствуют Это вот ответ На то Почему Каждый вечер Нельзя писать По стихотворению Полчаса Музыки Не чувствуешь Не надо Не пиши Не рифмуй Это мертвое Все Вот есть Там музыка Вот Тогда вот Придет Поэтому Хотели спросить Что-то Работа на радио Для вас В данное время Как творчество Привязанности Наверное Как силности Или по привычке Просто Привычная работа Привычная Ну и то и другое Ну во-первых Это ремесло Которым я занимаюсь 35 лет Я им хорошо Хорошо умею делать это Хорошо умею делать Радиопередачи Я их делаю Каким ремеслом Зарабатываю на жизнь Понимаете Потому что литературой Сейчас на жизнь Не заработаешь Значит надо зарабатывать Чем-то Какой-то другой профессии Вот работаю на радио Но я иногда говорю Я наверное Меня наверное И похоронят в радиостудии У меня такое ощущение Что я больше половины жизни А это не привлечения Наверное Провел в радиостудии Сначала на Попова 2 Радиодом был Угол набережной И Попова Бывшее английское консульство Потом Бывший театр кукол Потом областное радио Потом Попова 6 Выстроили здание Теперь мы начали На Троицком 73 Там же где телевидение Вот в этих студиях У меня прошло больше Половины жизни И в 90-е годы Мы например И ночевали там Зарплату не платили Так мы что-нибудь Сварим себе там На приноси И спать Ложимся там В студии на диване Такое было Это мой почти Ну Немножко и дом родной Уже на радио Я так ощущаю Конечно сейчас В таком возрасте Уже Немножко так Помедленнее работаешь Просто устаешь быстрее И соображаешь медленнее Ну Это целый мир Радио Как Ломоносов говорил Меня нельзя от университета Отставить Можно только университет От меня У меня нельзя С радио выглядеть Может только радио Но это в большей мере Все-таки Творчество Нет Это ремесло Это ремесло Творчество Вот Понимаете Отличие от радиопередач Тут Говоришь о вещах Которых Прозой не скажешь А радио Проза Да Так давно Руку поднимается Валерий Николаевич Я хочу сказать Доброе слово Ваш адрес Как Не к литературному творчеству Поскольку Мне Приходилось Чем-то добраться До вашей литературы А как О человеческом качестве Вот я Радио По морю Часто слушаю Особенно От дневной передачи Ваш голос Там узнаваем Конечно И потом Знаете Вот Бывает такая передача В радио России Перекличка Городов И вы часто Представляете Наш город Мне понравилось Когда после бюра Слушал Что вы очень Достойно Наш город Представляете Свои интонации Голосом Москвичи Они ведь Немножечко Как-то на нас Смотрят Как на традициалах А вы там Даже не немножечко Смотрите Я очень рад Что есть такая Возможность Выходить Это все В прямом эфире В прямой эфир Радио Россия Они мне звонят Координаторы Да С радио Россия Валерий Николаевич Это Москва А подготовьте К нам Сюжет о том То Вот И Когда это нужно Сегодня А у меня У меня у самого Две передачи Своих И мне еще надо Сюжет им готовить То есть Вообще Журналистская работа Она Журналистское ремесло Оно предполагает Переключение скоростей Вот Ты расслабился Сидишь там Что курит Куришь там Или просто там Что-то делаешь Вот И вдруг Ты уже бежишь И тебе надо Одновременно Делать три передачи Не надо успеть Все три сделать Хорошо Вот это ремесло Еще Знаете Добавить То есть Нам можно сказать Повезло Что вы остались В городе Из Питера Когда общаетесь В другими Городами Вот это Вам за это спасибо Ну да Ну еще Такий вопрос То есть Я Буду интересоваться Вашим творчеством Без какой книги Нельзя Чтобы не прочитать Из вашей Что бы вы Порекомендовали Книги Как дети Понимаете Если скажешь Вот этого ребенка Надо значит Применять А этого ребенка Нет Он там Какой-то Неудачийся Все дети Дороги Но вы знаете Вы человек Взрослый Конечно Вам наверное Фантастические Мои книги Будут ныне Близки Скорее Ребятам Помоложе Которые Насколько я знаю И в сети В общем-то Там Выложены Все эти тексты Не обязательно Имейте Бумажные Вносители Следующие Поколения Точно Они должны Быть Все В интернете Следующее Поколение Точно Есть На многих Сайтах Очень Любители Фантастики И там Довольно Такие Надеживающие Отзывы Это фантастика А вам наверное Лучше Конюшню Анны Почитать В сборниках Реалистических Рассказов Ну и стихи Конечно Все время Говорят Что В наше Время Было Лучше В наше Время И солнце Ярче Сын И все Было Я бы Хотела Попросить Вас Чтобы Вы Сегодня Обратились К молодежи Которые Школьников Вот Я С ними Работаю И понимаю Что У них Тоже Очень Много Хорошего Интересного Очень Большой Потенциал Что Вы Видите Наши Молодежи Нашим Представящим Поколениям Того Что Вам Нравится Что Вам Нравится В современной Молодежи Насчет Времени Лучше Тогда И Лучше Сейчас Я Обычно На этот Вопрос Отвечаю Коротко Словами Александра Кушенера Из Такой Замечательной Питерской Времена Не выбирают В них Живут И умирают И так Далее Там Большое Стихотворение Но В этих Дву Строчках Все Заключено Насчет Молодежи Понимаете Ведь нельзя Говорить Абстрактно Молодежь Плохая Молодежь Хорошая Какая Молодежь Вот я Я общаюсь С ролевиками Я общаюсь С конниками Вот Там Там есть люди Разного поколения Есть Я говорю Женщины Допустим Конницы У которых Там Двое Трое Детей Уже Врослые Женщины Совершенно Есть Девчонки Совсем Молодые Школьницы И Вот У них Есть Они Они Не Вот У них Есть Общее Дело Общая Страсть Общая Любовь Общее Вот Дело Которому Они Служат И Они Прекрасно Понимают Друг Друг Очень Важно Чтобы Были Какие-то Точки Соприкосновения Между Людьми Молодыми Старшего Нет Точек Соприкосновения Эти Два Мира Разламываются Один Уходит В свой Мир Друг Если Есть Такая Точка Соприкосновения Или Ролевые Фестивали Физически Тоже Тяжело Но Там Молодые Совсем Парни Девчонки Школьники Рядом Трое Люди Которые Могут Двумя Полутораручными Мечами Махать Разные Месовые Категории Находят Общий Язык Потому Что Есть Общее Дело Очень Важно Чтобы Общее Было То же Самое В семье Если Есть Что Общее Значит Есть Семья Если У каждого Своё Семья Есть Только На бумаге На самом деле Мне Кажется Что Это Очень Очевидно Что Касается Что Я Хотел Сказать Молодежи Я Целый Час Говорил Молодежи Читая Стихи Ведь Я Говорю Поэт Может Сколько Угодно Говорить Но Лучше Прочитать Его Стихотворение И Там Все Будет Сказано Что Лажен Ну Что Ждем Вас В Библиотеке Берите Книги Валерия Николаевич Читайте Берите Книги Других Замечательных Архангельских Авторов Кстати Говоря Да Я Упустил Эту Тему Вы Извините Что Я Так Все О себе Я Вообще Совершенно Нечисто Любимый Человек Но Поскольку Творческий Вечер Да Ты Пришел Ты Со Своими Стихами Ну Так Рассказываешь О себе Читаешь Свои Стихи А на самом деле Ведь у нас есть Действительно Много замечательных Других Творческих Людей И поэтов В том числе Например Василий Мантони Прекрасный Архангельский Поэт Преподаватель Софу Преподаватель Философии Религия Редик У него Очень интересные Стихи Философские Стихи Очень Глупые Вася Мантони Вот Есть Елена Кузьмина Архангельская Очень Сильная Ну Из тех Кто помоложе Михаил Зиновкин Ну И что В конце Концов Архангельск Есть Северодвинск С его Поэтическими Именами Татьяна Щербинина Например Очень Северодвинская Поэтесса Почитаете Кстати Она Не молоденькая Но у нее Такие Очень Молодые Стихи Там Такие Почти Рокерские На удивление Есть У нас Ну Есть Надежда Князева В Шенкурском Районе Есть У нас Галина Рудакова Из Холмогорского Есть У нас Татьяна Полежаева В Кресецком Районе Есть Александр Александрович Логинов В Карпахе Это Такой Патриарх Северной Поэзии Которого И в Москве Очень Сильный Очень Бошный Есть Владимир Наговицын В Котловском Районе Борец За Экологию Мы С ним Пересекались Когда Вшла Борьба За Шевер Против Шейса Стихи У него Соответствующие Острые Очень Много Талантливых Людей Я Назвал Несколько Фамилий Можно Назвать Еще Десяток И они Ничуть Не Слабее Меня Творческие Личности Которыми Север Всегда Был Богат И Сейчас Что-то Хотели Спрестить Есть Хорошая Музыкант Есть Любимые Исполнители Жанров Музыкальные 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 Люблю Бардовские Бардовские Песни Потому что Все-таки Я поэт А не музыкант И для меня Важен Текст Для меня Всегда Важен Текст Песни Я Конечно Невольно Красивая Мелодия Такая Талантливая Написанная Музыка Она Затягивает Но Для меня Лично Важнее Все-таки Стихи Которые Лежат В основе Песни А лучше Всего Слушать Бардов Потому что Барды Они Все-таки Исполняют Стихотворения Под гитарный Перебор Но Все-равно Это текст В других Музыкальных Жанрах Текст Зачастую Уходит Начиная От эстрады И кончая Тяжелым роком Там Все-таки Текст Уходит Как-то Под музыкальный Рисунок Он может Быть Очень Слабым На самом деле Там Другие Камчатка Улица Пионерская Дом 3 Если бы я За угол Завернул Я бы мог Прийти к нему Пообщаться Но я же не знал Что там Цой работает Ким Чигаром Но Цой Достаточно Ну не бог Весь Какие стихи Тексты Простые Совсем Совершенно Но его Энергетика Безумная Волшебная Совершенно Его Работа На сцене И его Музыка В конце концов Энергия Музыки Это конечно Делает его Великим Человеком Но если Читать его Просто Взять В книжку Стихов И ты Все потеряешь Поэтому Для меня Важнее Барды Потому что У Барда Всегда Текст Всегда Должно быть Хорошее Стиховы В основном Текст И из Бардов Я больше всего Люблю Михаила Щербакова Если кто-то Не слушал Михаила Щербакова Послушайте У него Очень разные Песни Конечно Есть Ранние Более Романтические Поздние Более Жесткие Достаточно Сатирических Песен Очень сильный Бард Булат Акуджава Соверно Говорил Из молодых Бардов Только Михаил Щербаков Продолжит Нашу линию Авторской Песни Я люблю Классический Рок С хорошими Текстами Обожаю Ранний Наутилус Например Альбом Разлука Это вообще Что-то Для меня Открытие Там Тексты Сильные Тексты Кормильцева Сильные Понимаете Для меня Да Музыка Хороша Которая Сопровождается Хорошей Поэти А что Старший Вколени Плохая Молодая Что хорошая Это надо Старший Вколени Я молодой Творческий Человек Он Вот пока Творчество В нем Живет Он молодой Он не сдаст Возраст Это не Циферка В паспорте Насколько Я себя чувствую Я себя чувствую Не чувствую Себя Старшим Вколени Ничего Хотя Я прочитал Последние стихи И сказал Ну вот Видите Уже Такое Вроде Неторопливое Философское Грустное Но знаете Вулкан Тоже может Не извергаться Но там Все равно Еще кипит Так что Нет Вопрос О Старшем Поклине Это не Ко мне Я еще Не Спасибо Огромное Что вы К нам Пришли Валерию Николаевичу Огромное Спасибо Он Интересный Собеседник Мудрый Очень Человек Несмотря На Свой Молодой Возраст Поэтому Давайте Будь Аплодисменты Спасибо Большое вам Потому что Ну Я вижу Что Жарко Тесно Жарко Все Все Внимательно Слушали Молодцы Мы Не пять Минут Общались Мы Многое Узнали Для себя Так Я Дела Книжку О Игоря Давидовича Все Так Я